В Казаларде автомобиль с людьми утонул в реке. В салоне Део Некси находились двое 27-летних мужчин. Один из них смог выбраться из авто самостоятельно. Тело второго обнаружили, когда машину извлекли из воды. Проводится расследование. В Павлодаре произошел пожар на складе по изготовлению и хранению лакокрасочных изделий. Общая площадь возгорания составила 432 квадратных метра. К прибытию пожарных горело оборудование. Шесть металлических реакторов для производства краски. В течение двух часов огонь удалось потушить. Жертв и пострадавших нет. В столичном зоосалоне среди корма для животных прятали мешки с наркотиками. Место хранения выбрали не случайно. Все было продумано для того, чтобы сбить со следа служебных собак в случае обыска. Но наркозбытчиков это не спасло. Полицейские обнаружили гашиш весом в 11,5 килограммов. Шестерых участников преступной группы задержали. Дурман траву в столицу привозили из южного региона. Потом расфасовывали и продавали. В результате спецоперации в незаконный оборот недопущено 2500 доз, отметили в полиции. В Алматы криминальный дуэт ограбил офис одной из фирм. Действия злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Один из фигурантов забрался на второй этаж, вскрыл пластиковое окно и выбросил на улицу сейф с деньгами. Соучастник поджидал его внизу. Схватив похищенное, они бросились бежать, но вскоре были задержаны. 26- и 28-летний парни в прошлом были судены за аналогичные преступления. В Павлодаре 19-летний житель столицы снял на видео свое нарушение ПДД, но ничего не подозревая опубликовал ролик в соцсетях. На публикацию обратили внимание полицейские, административное производство завели по трем статьям. Проезд на запрещающий сигнал светофора, использование телефона за рулем и нарушение правил маневрирования. Незадачливому водителю придется уплатить штраф в 59 тысяч деньги. Субтитры создавал DimaTorzok